Карасакал был человеком невероятной судьбы. Его по праву считают степным героем, который пользовался почтением и авторитетом у башкир и казахов. О нем слагали легенды и ему посвящен одноименный эпос у башкирского народа. Точно неизвестно, кем был Карасакал по происхождению и откуда появился. Есть несколько версий его принадлежности к той или иной этнической общности. Для одних он был башкиром, для других потомкам хана Кучума, третьи считали его каркалпаком, кто-то казахом, а, например, российские власти того периода полагали, что он являлся турецким шпионом. Однако это не помешало Карасакалу при жизни обрести славу героя и святого. В том, что его происхождение было туманным и запутанным, в этом во многом постарался сам Карасакал. Он, как Карлос Кастанеда, навеял на свою личность Ореолтар. Таинственности и загадочности, чтобы запутать свою биографию. Историки до сих пор спорят, кем был этот человек на самом деле. Тем не менее, он был степным удальцом, героем и авантюристом. Если бы он родился в другое время, то мог бы стать великим правителем или пророком. Обладая силой убеждения и харизмой, Карасакал стал лидером башкирского восстания против России в 1735 и 1740 годах и даже был провозглашен ханом башкир. А проживая среди казахов, он выдавал себя за Шоно Лаузана, сводного брата Хунтайджи Галдан Царена, и планировал захватить Джунгарский престол, что делает его похожим на Лжедмитрия и Эмильяна Пугачева. Карасакал пользовался поддержкой многих казахских правителей, поэтому проживая среди казахов, он мог реализовывать свои смелые, а подчас авантюрные планы. Его опасалась Российская империя и Джунгарское государство, обе эти стороны требовали от казахов его выдачи и даже угрожали войной. По одной из версий, Карасакал был башкиром и звали его Карахакал Байбулат Султан. Также он известен под именем Байбулат Хасанов, Минлигол Юлаев и Юмагул. А когда он был провозглашен башкирским ханом, то именовался Султаном Гиреем. Его точная дата рождения неизвестна, но по свидетельствам современников, когда он появился в первый раз на исторической арене во второй половине 30-х годов 18 века, ему было около 30-35 лет. Карасакал запомнился окружающим как ревностный мусульманин, наизусть знавший Коран, совершавший хадж в Мекку и владевший многими языками, включая арабский. Он объездил все области в Центральной Азии, а также по Волжье и Кубань. Помимо прочего, он жил среди калмыков, знал их обычаи и династийные распри. В целом, Карасакал был информированным человеком, он обладал силой воли, отчаянной храбростью и сильной харизмой, что позволяло ему привлекать на свою сторону людей разного происхождения и социального статуса. Многие сподвижники считали его чуть ли не мессией. Впервые его имя в исторических хрониках появляется в конце 30-х годов 18 века и связано в первую очередь с очередным восстанием Башкир против Российской империи. Слава о Карасакале на тот момент уже распространилась среди башкирского населения. Перед тем, как возглавить это восстание, он, проживая среди казахов, уже выдавал себя за Шоно Лаузана, сводного брата Галдан Царена. Почему именно этот джунгарский аристократ стал той фигурой, за которую себя выдавал Карасакал, можно понять, если рассмотреть вкратце, как происходила борьба за власть среди ойратов. Так, зайдя на престол, Галдан Царен расправился со своей мачехой, дочерью калмыкского хана Аюки и ее окружением. Он считал ее чересчур опасной для своей власти. Помимо этого, Апали подверглись и братья Галдан Царена, в том числе сводный брат Шоно Лаузан, который Хунтаджи рассматривал в качестве соперников. Чтобы спасти свою жизнь, джунгарскому царевичу пришлось бежать на Волгу калмыкам, где вскоре умер. Но Шоно Лаузан пользовался большой популярностью среди ойратов, как среди знати, так и простых людей. В России Карасакал был осведомлен о дворцовых интриках в джунгарии и какую популярность среди кочевников ойратов имел Шоно Лаузан. И поэтому стал выдавать себя за него, надеясь, что его поддержат широкие массы кочевого общества. Верил ли он сам в успех своего предприятия, остается неизвестным. Тем не менее, используя силу убеждения и религиозные знания, он смог расположить к себе большое количество людей. Судя по дальнейшим действиям, Карасакал смог войти в доверие казахским правителям Орта-Жуза. Прибытие его в казахские владения, предположительно, произошло накануне башкирского восстания. Проживая среди казахов, слава о нем скоро быстро распространилась среди кочевых народов и достигла башкирии, где вскоре появились его приверженцы. Они пригласили его, чтобы провозгласить ханам и возглавить восстание против России. Во второй половине 30-х годов 18 века участвовавшие в восстании башкиры стремились приглашать в качестве правителей казахских султанов младшего и среднего жузов, так как те были чингизидами. Но постепенное признание подданства России не позволяло казахам в открытую поддерживать восстание. Тогда башкирские старшины решили выдвинуть в качестве хана Карасакала. Эта идея, судя по документам тех лет, принадлежала старшине Кутлугузину. Первые сведения о появлении Карасакала в Башкирии относятся к 1739 году. Хотя имеются косвенные данные о более раннем участии Карасакала в башкирском восстании, примерно в 735-738 годах. Следует отметить, что это было одно из крупнейших выступлений башкиров против российской колониальной политики. Карасакал стал его лидером в 1739 году. Так вот, осенью этого года по Башкирии поползли слухи, что в доме старшины Кутлугузина скрывается таинственный человек, который не показывает своего лица. Первоначально его называли Ногайским султаном Гиреем. Первые сведения, где фигурирует его имя, зафиксированы в российских отчетах в показаниях одного из участников восстания, захваченного в плен русскими войсками. На допросе пленный сообщил о прибытии в 1739 году в Айлинскую область Башкирии турецкого шпиона. Россия в то время вела войну с Турцией и опасалась действия у себя в тылу людей, занимавшихся шпионажем и диверсией в интересах османов. В особенности, ее беспокоила возможность организации антироссийских восстаний среди тюркских и мусульманских народов. Для прояснения ситуации, царская администрация отправляет в указанный район военный отряд с задачей поймать этого человека. Прибыв на место и опрашивая башкирское население, им сообщили, что имя предполагаемого шпиона – Карасакал, и он родом с Кубани. С первых дней, как его имя стало известно российским колониальным властям, его запутанная биография сбивала с ног царских чиновников. Карасакал, согласно источникам, появился в башкирских землях с небольшим отрядом в количестве 60 человек и стал проводить антицарскую агитацию. К нему примкнули несколько влиятельных башкир, и с их помощью он стал собирать вокруг себя людей, недовольных властью Российской империи. Карасакал убедил их сплотиться вокруг себя и объявить войну России. С его появлением восстание вновь вспыхнуло с большей силой, несмотря на карательные операции русских войск. Карасакал сообщил своим последователям, что располагает 80-тысячной армией, которая находится возле Аральского моря, в месяце пути от Башкирии. Это и способствовало провозглашению его ханом. По мнению ряда историков, ссылаясь на архивы Российской империи, это произошло в 1739 году. Став ханом, он принял имя Султан Гирей. Но на самом деле никакой армии у него не было. Этим методом Карасакал стремился привлечь как можно больше людей в свои ряды и поднять их в боевой дух. Численность его отряда на первоначальном этапе оценивалась в 200-300 человек. К ним время от времени присоединялись и другие недовольные башкиры. В основном, все они имели антирусские настроения и стремились освободиться от власти Российской империи. Не дожидаясь основных сил, Карасакал начал активно действовать и стал нападать на поселения местных жителей из числа башкир и мещеряков, которые поддерживали русских. Но царская администрация не дала восстанию разрастись до больших масштабов. Собрав отряды из-за регулярных войск, казаков, башкир, поддерживающих российскую власть, и мещеряков, они начали борьбу против Карасакала. У российской стороны уже имелся опыт в подавлении восстания. Дополнительно в регионе была построена сеть крепостных укреплений и размещались регулярные войска. Также местное население было предупреждено о пагубности масштабного восстания. В начале марта 1740 года отряды Карасакала достигли численности в 600 человек, но в результате боев с тарскими войсками и местными пророссийскими формированиями Карасакал понес большие потери, однако не прекратил боевые действия. В начале апреля он восполнил потери. Количество его боевого отряда, по показаниям российской разведки, исчислялось в количестве 300-400 человек. В тот период по башкирии поползли слухи, что Карасакал задумал атаковать крепость Оренбург. Тем не менее, эта операция не состоялась. Карасакал продолжил нападать на вражеские объекты. Но под натиском превосходящих сил русских он отступил в горы Зауралья. На Карасакала началась облава. Царские отряды планировали окружить его в горном убежище и схватить, но он с боями прорвался и через верховье реки Урал добрался до реки Табол и затем ушел в казахские степи. Преследовать его не стали. Сразу после этих событий российская администрация начала предпринимать меры, чтобы не допустить еще одного масштабного восстания в регионе. Имея опыт предыдущих восстаний, царское правительство развернуло в Башкирии около 8 тысяч солдат и ополченцев. Более половины из них состояли из местных народов – татар, башкиров, мещеряков, тептерей и других. Еще три тысячи человек находились в походе. Это не считая военной силы, базировавшиеся в гарнизонах и крепостях Оренбургской линии. Для пресечения выступления башкирского населения против царской власти они были предупреждены, что в случае присоединения их к восставшим их ждет полное истребление вместе с семьями, включая жен и детей. Вот так российская власть того периода осуществляла свою колониальную деятельность путем тотального уничтожения несогласного населения. К июлю 1740 года восстание практически затихло и имели место лишь незначительные выступления. По сообщению царской администрации, к сентябрю этого же года башкиры оказались в тяжелом положении и стали приходить с повинной. Таким образом, восстание практически прекратилось, имелись только небольшие очаги сопротивления. А 10 августа 1740 года в городе Верхнеуральске состоялось совещание представителей царской администрации. Там же была собрана большая группа башкир. Их заставили упасть ниц перед российскими чиновниками и им был зачитан документ, в котором объявлялось, что башкиры являются бандитами и бунтовщиками. Но им было обещано прощение и милость императрицы, если они впредь будут верны российскому государству. Далее была зачитана история взаимоотношений башкир и Российской империи, начиная с Ивана Грозного, и утверждалась о милости России в отношении башкир, с которых собирался Иосак лишь в небольшом размере. А вся нищета местного населения является результатом восстания против России. После этой церемонии русские взяли в заложники ряд видных башкир и пригрозили им суровой расправой, если те подымут новое восстание. Всего в период освободительного восстания башкир по разным оценкам погибло или было сослано от 16 до 30 тысяч человек. Большое количество людей было розвано помещикам для закрепления их в статусе крепостных крестьян. Часть башкир переселилась казахам, калмыкам и другим народам. В ходе подавления восстания было сожжено сотни деревень, а населению нанесен непоправимый ущерб. А тем временем Карасакал вновь оказался среди казахов, продолжая выдавать себя за Шоно Лаузана. Он говорил местному населению, где я буду ханом, там воссияет истина и прославится имя великого Аллаха и пророка его. Карасакал в обмен на его поддержку в деле завоевания джунгарского трона обещал казахам, что приведет джунгарию к покорности и установит в ней ислам, и люди верили ему. Когда ему способствовали военные удачи, его авторитет возрастал еще больше. Кроме того, он убеждал кочевников, что обладает мистическими способностями, может вызывать дождь и снег и общаться с потусторонними силами, а также лечить больных от разных болезней. Собрав вокруг себя степных удальцов, он часто тревожил набегами пограничные джунгарские кочевья, причем проявлял отвагу и смелость, что импонировало казахским батыра. При этом он был хладнокровен и сдержан, и не предпринимал необдуманных решений. Многие ойраты, недовольные политикой Галдан-Царена, находили в лагере Карасакала убежище. Но вскоре джунгары начали новую войну против казахов. В 1739 и 1741 годах они совершают серию походов против Орта-Жуза. В этой войне активное участие принял и Карасакал. Казахские правители поддерживали его. Среди них был Казыбек-Би, Султан-Барак, Наурзбай-Батыр, Кабанбай-Батыр и другие. Более того, его укрывали от врагов, снабжались скотом, выделяли людей и воинов для охраны. Для определенной части казахской элиты этот претендент на джунгарский престол был нужен как важное орудие в борьбе с ойратами. Возможность утвердить его в качестве хунта-джи сохранялась, пока Карасакал был в казахских степях. Приблизительно в конце 1740 года Карасакал и Султан-Барак вторгаются в джунгарию и разоряют приграничные кочевья. Карасакал стремится перетянуть на свою сторону кочевников-айратов, обещая им в случае прихода к власти всевозможные права. Но военных сил у него не хватило, чтобы предпринять попытку сместить с трона Галдан-Царена. Более того, этот набег вызвал ответный крупный поход джунгаров против Среднего Жуза, который начался в феврале 1741 года. Ойратская армия численностью около 30 тысяч человек во главе со знаменитым наеном Септенем тремя разными направлениями вторгается в кочевья казахов Среднего Жуза. Война шла с переменным успехом. В одном из сражений в плен был захвачен даже султан Аблай. К маю 1741 года военные действия между джунгарами и казахами прекращаются. Перевес в сил был на стороне джунгарии. Галдан-Царен после того, как были завершены военные действия, стремился добиться от казахов признания подданства джунгарии. Началась сложная дипломатическая игра. Хунт-Айджи поставил условия, чтобы в его ставку отправили аманатов, заложников. Дополнительно Галдан-Царен требовал выдать карасакала в обмен на плененного султана Аблая. Но сам Аблай отговаривал казахских правителей от этого поступка. Он также понимал ценность этого человека. Будучи в плену, Аблай детально ознакомился с внутриойратской политикой и понял их слабое место. Отсутствие закона о престолонаследии в джунгарском ханстве давало основания постоянно выдвигать претендентов на его престол и тем самым раскачивать обстановку внутри айратского общества. Именно в момент нахождения у айратов Аблай решил поддерживать всевозможных претендентов на верховную власть у джунгар. Первым таким человеком был карасакал, а в дальнейшем он оказывал поддержку на Йону Давацы и Амурсане в их попытках захватить власть в джунгарии. Об этой политике прославленного казахского хана смотрите наш предыдущий материал внизу по ссылке. Но Аблай не стала жертвовать карасакалом и после того, как прибыли аманаты от других казахских правителей, Галдан Царент в марте 1743 года позволил Аблай вернуться в свои кочевья. Несмотря на уговоры и угрозы со стороны джунгар, а также российских властей, казахи категорически отказывались выдавать карасакала. Например, правительство царской России даже обещало за его поимку живым 500 рублей, а за голову 250 рублей. После того, как закончилась война с ойратами, элита среднего жуза стала рассматривать условия Галдан Царена и дальнейшую политику по взаимоотношению с джунгарским ханством. В этот период карасакал отговаривал казахских правителей послать к джунгарам своих заложников, а его позиции указывалось во многих документах и материалах той эпохи. В 1743 году ярый противник контактов с джунгарами Батыр Джанибек заключает с Карасакалом, Казахбекби и Кабанбай Батыром соглашение о совместных действиях против джунгаров, если те предпримут попытки напасть на их кочевья. Вскоре Галдан Царен находит уязвимое место и обещает султану Бараку освободить его от обязанности посылать своего сына в качестве аманата. Взамен он должен выдать карасакала. По всей видимости, Барак согласился найти условия и в 1744 году организовывает помолвку карасакала со своей сестрой, намереваясь поймать его. Хотя помолвка и состоялась, карасакала схватить не удалось, тот откочевал во владения Казыбекби и Кабанбай Батыра, где чувствовал себя в безопасности. К середине 40-х годов российское правительство было озабочено попытками Галдан Царена объединить казахов и джунгар. Царские чиновники и Оренбургская администрация отправляла казахским султанам своих посланников, чтобы те не поддавались на уговор джунгар и не сворачивали свое сотрудничество с Российской империей. Один из таких посланцев посещал Карасакала и предупреждал его, чтобы тот не вмешивался в казахско-джунгарские отношения и не настраивал казахов против России. В качестве угрозы Россия предостерегала Карасакала, что против него будет начата кампания по разоблачению, и люди поймут, что он никакой не шанол Лаузан. Но Карасакал проигнорировал это предупреждение и продолжал играть активную роль в политике среднего жуза. Но казахские правители понимали, что это никакой не шанол Лаузан. Многие, кто ездил в ставку джунгарского хунтаджи, видели настоящего джунгарского принца и понимали, что Карасакал просто выдает себя за него. Тем не менее, к концу 40-х годов 18 века авторитет Карасакала среди казахов стал снижаться. По сообщению современников, последние годы этот человек проводил в пиршествах и волховании. Но вскоре Карасакал умирает. Предположительно, его убил султан Барак, чтобы снискать расположение джунгарского правителя. По другим данным, он умер в 1749 году от болезни. В общем, смерть этого человека была не менее загадочной, чем его происхождение. При жизни Карасакал был угрозой для России и джунгарии и был значимым фактором во взаимоотношениях казахов с этими государствами. А будучи руководителем башкирского восстания, он оставил о себе славную память. Вне зависимости, кем был этот человек по происхождению, он являлся образцом степной храбрости и доблести. А способность вести за собой людей делала его прирожденным правителем. В целом, личность Карасакала являлась неотъемлемой частью бурных событий 30-х и 40-х годов 18-го века в истории Евразии. И его можно поставить в один ряд с другими героями тюркской истории того периода. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.